и снова здравствуйте всем привет для будущей идеи мне понадобится скрипка или для шерлока холмса или возможно сделаю скрипачку так давайте сделаем скрипку не моделируя именно в the brush итак нам понадобится куб вытягиваем куб ставим edit делаем его активным make polymesh shift левая кнопка мыши выравниваем во вьюпорте теперь делаем dynamesh уплотняем сетку dynamesh 218 тысяч полигонов вот вверху здесь видно теперь будет два способа или рисовать маскировать вытягивать или просто добавить альфу но давайте добавим альфу альфу можно сделать именно конвертером обесцветив инвертировать цвет картинки лучше взять конечно векторную и ставим drag-rect ставим зад вот этот включенный и попробуем вытянуть немножко хреновастенько делаем control z назад и теперь значит что нам понадобится добавить полигоны control d control d пусть 3 миллиона будет это не столь важно потом куб удалиться но модель должна быть четкая так вот у нас присутствует модель можно вернуть все назад и добавить еще резолюции чтобы она была потолще вот где-то так теперь делаем всему этому dynamesh снимаем маску у нас получается уменьшается 223 тысячи полигонов ну в принципе нормально но не очень тут ну надеюсь это все сейчас выгладим так теперь control левая кнопка мыши все это дело маскируем выделяем наш выпуклый объект именно в маску делаем control w и и теперь нажимаем control shift c левая кнопка мыши удаляем объект другой значит полигруппой и все это дело скрываем модифе топологи дел хидом так теперь включаем флур ориентация во вьюпорте и нужно все это дело отзеркалить включаем gizmo через alt нужно gizmo подтянуть именно нашему мыши так теперь все это дело выравниваем смотрим со всех сторон перекручиваем так alt левая кнопка мыши можно покрутить немножко gizmo и и вот так все это дело выравниваем так объект у нас видите изогнутый сейчас все будем это дело корректировать ну и делаем мира and well немножко все это дело теперь сплю с ним смотрим что получилось получилось не есть good так немножко это дело все сплю с ним вот так побольше вытягиваем на середину и делаем мира and well объект получился тонкий не проблема теперь все это дело надо замаскировать вот так вот и просто инвертировать в эту сторону одна сторона хорошо чтобы было именно ровная другая чуть надутая так это все делаем теперь делаем control и сплю с ним вот эту сторону маскированную ну и все выравниваем делаем мира and well так ctrl z назад перекручиваем вот низ у нас получился очень тонкий это не есть good вернем его назад чтобы сохранилась вот эта штукенция так сразу давайте тогда еще по удаляем вот эти вот штукенции так ctrl z надо постараться как-то помягче по так ну а эту сторону в принципе заморачиваться не надо сейчас вот эту нормальную инвертируем так не нужно тоже немножко удаляем вверх вот этот замаскируем делаем ctrl w давайте сразу его отделим это сплит тупик окей так эта штука должна быть объединена потому что отделилась именно с полигруппами и можно их объединить а потом сделать дайномеш так нам нужно именно вот эту вот заготовка вот она делаем дайномеш закрываем все штукенции но мало полигонов давайте добавим ей ctrl d ctrl d чтобы она была гладкая и делаем резолюция и находим дайномеш и прибавим резолюцию так ctrl z делаем резолюцию побольше все нормально теперь все это дело надо перекрутить чтобы у нас инвертировалась именно слева направо мира and well вот все уже нормально но теперь нужно нашу эту как ее называют заготовку немножко так это через shift зажатый так немножко нужно ее сделать одинаковую по толщине значит что мы перекручиваем вот чуть чуть наверное в этот бок и перетягиваем так ctrl z не катит это дело давайте чуть чуть надуем и уменьшим вот таким вот образом теперь еще раз надуем и немножко еще перекрутим чтобы вот этот низ более стал потолще так что он там как он там захватил ну еще немножко значит выведем вперед выровнял по симметрии ну в принципе что неплохая заготовка для скрипки теперь alt подгоняем к середине чуть чуть ее сплю с ним ну и вот такой получился у нас результат во так теперь нужно добавить пока делаем наметку так теперь будем делать ее именно вот в этом положении в лицевой вот в таком положении будем делать теперь флор можно отключить добавить наш вот этот гриф гриф можно делать сделать и самому не проблема так теперь что делаем давайте грифу подведем и растянем гриф теперь гриф немножко подкорректируем и сделаем mirror and well не есть good значит будем делать свой гриф так это значит control z немножко перекрутим добавим up and добавим куб alt левая кнопка мыши выберем теперь все это дело уменьшим выведем вперед немножко сплю с ним с помощью дизма так здесь тоже можно сплю снуть и поставить толщину чтобы видеть именно нашего вот этого грифа маскируем верхние полигоны модель низко полигональная выглядит вот так и теперь если мы выбери выбрали полосу значит полигонов control и сочетание клавиш сделаем и все это дело можно вытянуть так вытянули теперь можно немножко все это дело скайл вот так вот увести заготовка есть так нужно теперь вот эту заготовку вот эту посмотреть как она тут во вьюпорте стоит чтобы она не скользилась потому что куб был по центру вот вот теперь у нас симметрия так что еще можно сделать выбираем заготовку вот эту переходим маскируем вот эти полигоны так немного отлювся погнали дальше так выбираем эту штукенцию смотрим что была центрована тоже так ну а теперь нужно добавлять так добавлять нужно какие-нибудь такие штуки так вот эту можно еще выбрать control и попробовать уменьшить уменьшить так чуть-чуть перекрутить это можно сейчас вытистанием сделать так есть такое дело перекручиваем подгоняем чуть-чуть 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 уводим в гриф в смысле в деку и чуть-чуть здесь наверное срезку сделаем так нормально и вот наверное нужно ее еще как бы подзагнуть вот сюда как-то так так теперь вот этот гриф нам не понадобится delete его добавляем так чтоб добавить давайте добавим append и добавим добавим цилиндр так цилиндр делаем уменьшаем его скайл перекручиваем уплотняем поднимаем до грифа где-то вот сюда так есть такое дело делаем еще поменьше скайл вот так вот и где-то повыше чтобы такая была мультяшная так чуть надуваем ее нужно этот переход создать переход давайте опять же создадим можно с этой штуки тоже выбрать верхние полигоны сделать ctrl и подтянуть через alt к нашим маскированным полигонам перекрутить и так нет здесь уже сетка изменена да значит нужно ей сделать динамеш побольше делаем динамеш так это качество не устраивает побольше вот так вот теперь можно замаскировать вот эту часть сделать control и control размыть маску и теперь все это дело вытянуть так получается где-то такая штукенция немножко ее можно так это уменьшить ну где-то так наверное так чуть-чуть развести побольше опять же снять маску сделать сетку подправить сделать инвертацию и опять же вытянуть и сделать вот такую штуку так через alt выбираем нашу эту наш кругляшок подставляем его вот сюда так и желательно наверное посмотреть на рев так это значит а вот здесь у нее выпуклость здесь у нее уход и закругление все тогда эту штуку мы выводим наверх делаем ей еще немножко скайл выбираем через нашу вот эту заготовку маскируем control и control размываем маску так и значит это моф топологи включаем x-симметрию и немножко тут делаем дайна мэш маскируем сам вот этот гриф размываем маску делаем control и shift z и вот эту штуку уводим уводим вниз как-то ага сейчас подправим не проблема так есть какое дело так это значит что-то вот в этом духе здесь тоже чуть-чуть прибавляем выглаживаем шифтом выглаживаем делаем дайна держать так ну давайте ее отсоединим наверное ctrl w делаем сплит group split ок и тогда выбираем вот эту верхнюю часть через alt подгоняем гизму и уводим ее где-то вот в таком духе ну а теперь немножко по рефу пройдемся так и 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 каэлл Добавляем мы теперь Dynamesh, чтобы помягче было и немножко ctrl z x симметрия немножко выглаживаем ну и немного резки так бока теперь нужно вытянуть чуть-чуть поднадуть вот и помягче все это дело засобачить делаем ctrl d ctrl d чтобы она нормальная была так и немножко наверное еще и немножко еще и вот так вот подрежем так вот такая штукенция давайте попробуем тебе вот это все дела обрезать так вроде ровно так заднюю часть маскируем делаем ctrl ctrl и размываем маску так тут делаем ctrl w делаем Dynamesh склеим все вот эти полигруппы так а ну-ка ctrl w теперь маскируем вот эту заднюю часть размываем маску размываем маску делаем ctrl и ставим gizmo чуть-чуть покрутим повертим и вытянем так делаем Dynamesh опять же чтобы все это дело склеилось и какая штука как бы все это дело обыграть ну можно по простому да сначала выбрать вот эту вот середину вот так вот и сделать ctrl и инвертировать вот эту маску так теперь чуть-чуть сплюснуть и получается сплюснуть вот так сбоку и сплюснуть сверху ну чуть-чуть чтобы получился у нас такой вот бортик смотрим что за бортик в принципе бортик нормальный так есть такое дело потом все это сгладим нужно теперь сделать ее пустотелой делаем дубликат так ставим прозрачность и уменьшаем все это дело с кайл так а где там бам бам и уменьшаем все это дело вот таким вот образом здесь плюс с ним чтобы стенки не были сильно тонкие так теперь все это дело так ctrl z это я уже кручу растягиваем подтягиваем так и немножко каким образом поподелаем сейчас вот этот маскируем ctrl и поднимаем ее к верху и растягиваем бац и сплюснем но стенки должны быть толстые чтобы у нас потом не было дырок так ну и вот эту часть тоже маскируем ctrl и опускаем плюснем и растянем делаем дайномеш вот этой части но теперь нужно еще в этой плоскости ее сдавить давайте тоже потонше ее сделаем так а здесь тогда можно немножко и под растянуть в принципе внутри видно не будет будет нормально так теперь верхнюю делаем тоже дайномеш и на нижнюю ставим вычитание так смотрим стенки вроде нормальные толстые ставим на вычитание объединяем merge down с верхней с верхним мешем и ctrl снимаем маску так все должно было получиться не знаю может быть сейчас придется переделать вот так и получается нам нужно выбрать середину добавляем append добавляем цилиндр прозрачность можно уже отключить цилиндр делаем ctrl D ctrl D чтобы он был значит мягкий красивый перекручиваем вот по этой оси так ставим scale подводим к середине где будем вычитать сердцевину так вот таким вот образом да и наверное чуть поменьше и наверное чуть чуть побольше так ставим прозрачность чтобы видеть насколько он в mesh поместился делаем теперь ему dynamesh чтобы исправить сетку сделать поплотнее чтобы вычитание было лучше так теперь делаем так n-панель опускаем наш нашу гитару вниз ставим на цилиндр вычитание ну а теперь опять же мы ждал окей вычитание сделано так вот пустоты у нас не оказалось почему потому что закрытый был mesh и полигоны склеились теперь нужно выбрать опять же сделать ему дубликат и на нижний дубликат ставим опять прозрачность и повторяем можно не всю вычитать но в принципе ну так вот так это значит вниз скайл теперь делаем control и это значит вверх ну и тоже скайл так ну и сплющим по центру сделаем ее в геометре модифика положим мира and will ну и должно вычислиться вычислиться все нормально так пробуем так здесь стенка нормальная чтобы вот эта дырка опять же отверстие погнуть не спроецировалось где не надо делаем merge down окей и все внутри вычислилось ну не так конечно идеально вот как то так то так а если мы это удалим вот можно это дело значит удалить дел hidden теперь делаем дисплей properties делаем дублирование вот таким образом удаляем опять ненужные полигоны и вот у нас закрывается все это не есть good ну в принципе нормально сделается zrms и уже не будет все это дело закрываться делаем теперь что мы делаем делаем теперь деформацию и делаем polish о все сгладилось все уже более-менее радостно так добавляем теперь какую-нибудь деталь на низ делаем куб куб с плюсным уменьшим подведем к середине отпустим смотрим как тут да что значит плюснем замаскируем где-то вот эту часть control и вытягиваем ее вниз смотрим сбоку вытягиваем ее вот так и делаем ей можно скайл вот такую штуки подгоняем к нашей деке вводим чуть-чуть вниз где она там должна быть делаем ей чуть-чуть скайл в принципе нормально так теперь разберемся вот с этой частью так ее хорошо бы тоже вычитанием сделать вот open добавляем куб выбираем через alt куб плюснем уменьшим перекрутим подведем подставим перекрутим и вот сюда так и на всю длину это будет у нас все сделаться вычитание да делаем теперь кубу dynamesh ну и смотрим что у нас а вот этой части тоже делаем dynamesh чтобы закрылась вот эта вся часть которая была открыта так делаем ctrl w одну полигруппу теперь теперь ставим гриф вниз там где у нас куб куб опускаем ниже грифа ставим на вычитание делаем merge down ок бум все вычитание прошло вот такая у нас пустота получилась так струми можно сделать здесь тоже с цилиндра но лучше наверное сделать в блендер так что еще тут можно делать так вот эти вот завихрюшки да а еще эти нужно сделать полозе так это значит это мы уже с цилиндра давайте сделаем up and добавим так куб цилиндр ctrl b ctrl d gizmo перекрутим скайл уменьшим выведем ее вперед делаем скайл так вытягиваем еще 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 делаем скайл еще раз вытягиваем смотрим что да как опускаем ее в меш так чтобы сильно опять же она не торчала вот эта часть тоже нужно будет удалить вот этот нос так ну теперь нужно их через ctrl так теперь нужно их сабдивизию убрать надо теперь значит ctrl вот плохо в gizmo что что здесь не видно вот этих вот граней так по углу поставим и через ctrl через ctrl пойдем по верхней этой гулять грифу 2 задач кто в прибаты с и вот и и и а и и в в ну в принципе все нормально нужно теперь их обрезать control так римку так с обрезкой и немножко их подвинем и натянем так есть вроде ну а теперь немножко краски добавим так а вот что я хотел еще вот эту часть убрать все удалилось это есть good добавляем текстуру именно вот этого скрипки так вот эту на я а еще что здесь вот значит вот эту штуку тоже нужно сделать это тут еще какая-то палка стоит ну палку можно в блендер будет добавить и рисуем значит вот эту штуку делаем ее экстрактом subtool extract с дублированием accept снимаем маску и давайте все это дело выгладим так чтобы она была посимпатюшней так здесь она тоже хорошо зацепляется так шрифт z она должна отводиться это значит мофф топологи вот так она должна быть вот так теперь мы немножко еще отсюда оттянем и шифтом 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 чтобы здесь была значит пустота так вот это пустота должна быть ну вот как то так то рисуем теперь на гитаре текстуру cfz балалайку и тут побольше так прозрачность пока ставим z отключаем глаз через alt подгоняем наш вот этот балалайку снимаем маску так ну где-то давайте вот так я сейчас порисуем z посмотрим что получится все равно тут нужно будет подкрашивать ctrl z не той кисточкой делаю пардонте кисть стандарт rgb z ну как то так то так делаем материал белый отключаем пока не нужны нам вещи находим c закрашиваем вот текстура уже не получится надо скачать сейчас текстуру балалайки этой и подгрузить так делаем так добавляем сюда значит текстуру дерево z отключаем глаз и давайте все это делать или покрасим кача неплохая вышла гитара так теперь вот эту часть маскируем и вот эту можно замаскировать эту красим внутрянку другим цветом можно даже потемнее так ну потемнее не катит так ctrl z вот так лучше пусть будет так перекрутим так а у нас тут лес вот он не понял она по симметрии не стояла так ничего повторение мать учения и вот эти тоже замаскируем ставим x симметрию так теперь делаем шлиф z включаем нашу вот эту стуку и волокна будем делать вот так наверно вдоль и посветлее где то вот так вот аккуратно здесь уже слишком светло будет вот чуть провели снимаю маску делаем теперь control и и уводим вот эти деки вглубь не понял надо их было сразу ввести заново теперь надо будет рисовать ну давайте еще раз нарисуем ctrl-n Вот. вот эту часть надо порисовать немножко вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, выбираем гриф... Выбираем нашу гитару, эту балалайку... Так, и что тут получается... Верхняя часть значит у нас чёрная... Вот эта часть у нас... Вот эта чёрная... Ctrl-I... Ставим чёрный цвет... Ctrl-I... Делаем... Так, вот этот цвет берём... С грифа... Так, эта часть у нас... Красная... Красная... Так... 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 Как достynок... Так... 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 А это уже тогда у нас, получается, тоже должна быть под дерево. Так. Так. А вот эти у нас, наверное, будут беловатые. Вот что-то так. Так. А вот эта штука, вот тоже чёрная. Так, АПЦ. Чёрная. АПЦ. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...